На предыдущей лекции мы с вами ответили на вопрос, почему важно много читать. Теперь мы ответим на следующий вопрос. Как правильно читать научную литературу? Ведь мы с вами понимаем, что читать можно по-разному. Причем не всегда чтение может быть эффективным. Я думаю, что вы согласны, что можно прочитать статью или главу из книги и после этого не вспомнить ничего из того, что вы прочитали. Читать, не размышляя, равносильно тому, что, принимая пищу, не переваривать ее. Чешский педагог 16 века Ян Амос Каменский написал, «Читать и не понимать – это то же, что совсем не читать». Мы с вами поговорим о том, как читать так, чтобы понимать и усваивать то, что вы читаете. Есть два основных подхода к чтению – предварительное ознакомление с книгой и чтение с проработкой. Давайте более рассмотрим подробно каждый из этих подходов. Предварительное ознакомление с книгой имеет свою цель у получения общего представления о содержании книги. Оно необходимо тогда, когда приходится иметь дело с множеством книг, и все их невозможно прочитать. Поэтому знакомство с некоторыми из них по неволе приходится ограничивать таким обзором. При этом вам следует обратить внимание на некоторые моменты. Во-первых, нужно отметить предисловие, введение. Как правило, предисловие часто пропускают. Между тем, в нем часто содержатся очень важные сведения – задачи, главные мысли, причины, побудившие автора к написанию книги и т.д. Далее нужно остановиться на оглавлении. Обыкновенно с его помощью мы можем, еще не читая работы, узнать ее общий план, основные рубрики, общее содержание, основные актуализированные темы. Оглавление для чтения книги – это то же, что план города для ориентирования в нем. Затем можно перейти к заключению книги. Заключительные строки книги часто содержат в себе чрезвычайно важные указания на главную мысль книги, на ее задачи, подводят итог выполненной в ней работы. Иногда заключение содержит резюме основного содержания книги. Поэтому очень важно просмотреть конец книги при предварительном ознакомлении с нею. Таков подход, который мы назвали предварительным ознакомлением с книгой. Теперь давайте рассмотрим другой подход – чтение с проработкой. Читать с проработкой следует не все книги, а только те, в отношении которых вы уверены, что они именно то, что вам нужно, чтобы разобраться в материале курса или решить вашу исследовательскую задачу. Такое чтение включает в себя несколько этапов. Первое – это понимание книги. Этот этап предполагает разбор и изучение иностранных слов и научных терминов книги, а также умение задержаться на определенной мысли и вникнуть в читаемое. Для этого требуется особое усилие. Этот этап требует от читателя побороть леность ума, призывает к особой концентрации. Следующий этап – это продумывание книги. Если мы просто запомним содержание прочитанной книги, но оно не произведет определенную работу в нашем сознании, то это мертвый капитал, лишнее загромождение памяти. Если предмет, о котором говорится в читаемом тексте, хоть немного знаком нам, мы можем сопоставлять мысли и сведения книги со своими суждениями и сравнивать, оценивать, исправлять свои ошибки, находить недостатки в чужих мыслях, приходить к новым выводам и тому подобное. Вся эта сложная работа и составляет продумывание содержания книги. Известный немецкий ученый и писатель Георг Кристоф Лихтенберг как-то сказал, «Причина того, что люди так мало запоминают из того, что они читают, заключается в том, что они слишком мало думают сами». Далее идет еще один этап. Это подчеркивание или выписывание. В книге подчеркивается мысль, которая нам кажется заслуживающей особого внимания, особо интересной или важной. Этим предложение выделяется из прочего текста, и потом, при пересмотре книги, его легче найти. Мысли, которые приходят нам в голову при чтении, нередко бывают очень ценны. Поэтому их сразу нужно записать хотя бы прямо на полях книги, если, конечно, эта книга ваша. Или же в тетрадь, в блокнот, можно в компьютерный файл. По свидетельству ряда мыслителей, обладавших феноменальной памятью, даже самой прекрасной мысли, если ее не зафиксировать, угрожает опасность быть безвозвратно забытой. При этом важно записать не только саму мысль, но и тему, к которой она относится, ее автора и источник. Сегодня мы часто используемся электронными книгами, но даже в этом случае, практически в любом электронном редакторе, также можно делать закладки, пометки, ссылки на другие книги. И, наконец, последний этап к подходе к чтению с проработкой – это оценка и критика книги. Критиковать это не обязательно только находить ошибки и недочеты. Это означает видеть и ее достоинства, и вообще оценивать книгу с точки зрения ее достоверности, обоснованности, практической ценности для нас. Если что-нибудь в тексте нам покажется подозрительным, нужно на полях поставить знак вопроса и постараться выяснить, так это или нет. Такая работа требует глубоких знаний, самостоятельности мышления и смирения. Итак, мы с вами поговорили о том, как правильно читать, разобрали разные подходы к чтению. Очень важно научиться правильно читать. На следующей лекции мы поговорим об эффективности прослушивания лекций и навыке ведения конспекта. Продолжение следует...